В эфире телеканал Россия Вести Ульяновск, в студии Ирина Силкина. Здравствуйте! И в начале главная тема. Он прозвенел и недистанционно. В этом году навстречу знаниям отправились почти 125 тысяч школьников Ульяновской области. Три миллиона бюллетеней напечатают в регионе к единому дню голосования. Подготовка к выборам идет полным ходом. Заслуженные победы. Ульяновцы защитили честь страны на Паралимпиаде в Токио. Сегодня в России отмечают День знаний. Учебный год стартует в очном формате. Только в Ульяновской области за парты сядут почти 125 тысяч школьников. Но это завтра. А сегодня долгожданные встречи с одноклассниками и учителями. А также торжественные линейки. Первый школьный звонок в День знаний прозвенел для 14 тысяч первоклассников по всей Ульяновской области. Уже завтра они впервые сядут за парт и начнут свой путь в мир знаний. Их наставниками стали люди, для которых учитель не просто работа, призвание. Каждый день вы совершаете настоящий подвиг. По сути дела 24 на 7 отдаете все свои знания и опыт вот этим вот ребятам. Воспитываете в них настоящих граждан нашей страны. В школах, где количество учеников превышает 500 человек, торжественные линейки разделены по параллелям. Гостей немного и приходят они в разное время. Несмотря на то, что учебный год в Ульяновской области начнется в очном формате, некоторые ковидные ограничения все же остаются. Например, переступить в школьный порог, ученики смогут только завтра. А сегодня в День знаний все торжественные линейки проходят исключительно на открытом воздухе. Ограничения коснутся и учебного процесса. Чтобы минимизировать риски, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. Не ученики идут к учителю, а учитель идет к ученикам, детям в тот класс, где они находятся. Всего же первые звонки в учебном году только в Ульяновской области сегодня прозвучали для 124 тысяч школьников. В День знаний они строят решительные планы. Учиться, 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 все раз учиться. Артем Петров и Денис Миронов. Вестя. Ульяновск. Сегодня особый день для Заволжского инженерного лицея номер 102. Здесь в рамках федерального проекта «Современная школа» открылся кванториум. Первый в стенах общеобразовательной школы. Желаем всех успехов и интересных открытий и свершений. Вот так, при помощи чудес современной техники, 1 сентября встречал учеников, педагогов и гостей 102-й лицей и открывающийся в его стенах кванториум. Эмоции, конечно, зашкаливают, потому что мы в свое время, уроки технологии, уроки труда, профессиональная подготовка как бы ограничивалась только посещением наших СУЗов, посещением предприятий. А здесь уже ребята сталкиваются с современными технологиями. Есть 3D-принтеры, есть современное оборудование. А вот в стенах учебного заведения подобное появилось впервые, что порадовало и учеников, и их родителей. Для меня интересно, действительно, все. Я пробую себя во многих направлениях. Недавно я закончила художественную школу, а нам как раз завезли сюда графические планшеты. Я думаю, это будет очень интересно. В кванториуме при 102-м лицее открыто 5 направлений. От хай-тек технологий до робототехники и авиации. Почему за этим будущее? Потому что кванториум в первую очередь направлен на то, чтобы ребенок пришел туда с идеей. А мы помогли этому идею обратить в проект, и проект этот сделать своими руками. В будущем программу дополнительного образования в первом пришкольном кванториуме планируют расширить. В том, что интерес к науке и технике будет востребован, специалисты не сомневаются. Игорь Кранцев, Александр Рассохин, Вести, Ульяновск. Пернатый день знаний пролетел сегодня по центральным улицам города. Красочный фестиваль организовали преподаватели семейных школ. К праздничному шествию присоединилась и наша съемочная группа. Разноцветные перья и воздушные мантии. Это больше похоже на красочный карнавал, чем на торжественную линейку. Еще один день безмятежного полета для тех, кого уже завтра ждет первый школьный урок. Кто-то сам, кто-то с мамами, кто-то вместе делают птиц перелетных. Каждый как ее видит. Это птицы счастья, мы так называем. И вот с этими птицами мы идем по городу для того, чтобы всему городу создать вот это праздничное настроение. Альтернативный день знаний придумали три года назад на домашнем классном часе. Русский язык, математику и даже технологию этим непоседом преподают родители. Мы решили сделать из потолочной плитки, осталось после ремонта и решили применить ее в дело. Сделать яркую, красивую птичку. Программа этого года получилась во всех смыслах волшебная, дружелюбная капоэйра, народный мастер-класс под электрогитару и даже дыхательная гимнастика. Фестивальные площадки разбросаны по всему креативному пространству. На первый сентября, к примеру, нужно идти в школу. А здесь не надо. А здесь надо просто развлекаться. И только сытый не заглянул на местную ярмарку. А ведь широкие прилавки ломились не только от домашних сладостей. Здесь могли подобрать и верного усатого друга. Я бы хотел улитку. Я жду. Спасибо. Яна Федорищева и Александр Рассохин. Вести. Ульяновск. К другим новостям. До единого дня голосования осталось 17 дней. Ульяновская область продолжает готовиться к выборам. Сегодня в типографиях идет печать бюллетеней. Станки стучат беспрерывно. Бюллетени печатают, обрезают, фасуют. Всего обещают к 5 сентября изготовить 3 миллиона экземпляров. В бюллетене просчитывается первое на машине, второе – человеческий фактор, и третье – это идет уже при упаковке контроль. Все бюллетени отличаются друг от друга по цвету, по печати и по бумаге. Так на бюллетени для парламентских выборов по одномандатным округам нанесут тангирную сетку зеленого цвета. Список кандидатов по федеральному избирательному округу разместят на бумаге с голубой меткой. А для губернаторских выборов бланки выпустят в формате А4 с нанесением светло-красной сетки. Уже 15 сентября все бланки доставят в участковой избирательной комиссии. Ульяновские паралимпийцы в Токио забирают медали. Первая бронза на беговой дорожке, следом награда за прыжки в длину. Что стоит за успехом легкотлетов, рассказывают их близкие. Ульяновская спортсменка Анастасия Соловьева завоевала бронзу на дистанции 400 метров. И эта награда стала для нашего региона первой на паралимпийских играх. Конечно же состав сильнейший. Приехали абсолютно все. И те, кто вы даже и не знали, приехали, не ожидали от них такого результата, скажем прямо. Переживал не только тренер. Дома за Настю болели младшая сестра и любимые питомцы. В спорте девушка уже 7 лет. А медаль на паралимпиаде – это результат упорного труда и характера. Мы всегда знали, что она будет первая. Но я рада очень сильно за нее. Я знаю, что она может лучше и она будет лучше. Дело времени. Я верю в свою сестру. Вслед за Анастасией бронзового успеха в Токио добился еще один ульяновский легкотлет. Никита Катуков стал третьим в прыжках в длину. В последней попытке он буквально впрыгнул на пьедестал. Дома Никиту ждут родные. Отец парня рассказывает, что, несмотря ни на что, сын с детства был спортивным и добивался успехов. Первое – именно плавание. Но он очень хотел футболом заниматься. Для него мечта была и в футболе. Плавание там как бы было так. Но у него очень хорошая была техника. И поэтому его не хотели отдавать в плавание. Но он до слез, настоянно своем, вот такой вот шкет, что буду заниматься футболом. И он ушел в футбол. Занимался 8 лет футболом. Стал чемпионом города. На смену футболу позже пришла легкая атлетика. Спорт связал Никиту с девушкой Натальей. Она признается, что гордилась бы им вне зависимости от занятого места на Паралимпиаде. Очень волнительно. Я то смотрела его попытку, то не смотрела. Я смотрела с подругами, и они мне кричали, Наташа прыгает. Я, ну, потом плакала прям очень сильно. По взвращении ребят ждет общение с родными заслуженный отдых. А в будущем, возможно, новые старты. По словам близких, и Анастасия, и Никита мечтают о следующих Паралимпийских играх. Игорь Кранцев, Алексей Прохоров, Вест-Ульяновск. И на этом наш выпуск завершен. Дали информацию о погоде. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин